На входе в театр зрители встречают с термометром и антисептиком. Измеряют температуру, а также выдают необходимые средства защиты – одноразовые маски и перчатки. В холле гостей ждет выставка военно-исторического клуба «Сурский рубеж». Здесь собраны экспонаты, личные вещи участников оборонительного рубежа – кружки, ложки, топорики, лопатки, а также одежда. Все это собиралось на протяжении многих лет специальными поисковыми отрядами. Самый интересный экспонат – это буквально найден неделю тому назад на «Сурском оборонительном рубеже». Это топор того времени и ложечка тоже того времени. Она была найдена около блиндажа в ходе работы, поисковой работы. Как только зрители заняли свои места в зале, на сцену пригласили всех участников фестиваля. Самому маленькому из них пять лет, самому взрослому – уже за 80. Участие приняли жители всех районов республики. Война заглянула в каждый дом, в каждую семью. Вот почему так важно хранить память о наших героях. Хотим вот в нашем сегодняшнем фестивале военно-патриотической печи «Сурский рубеж» сделать его, чтобы он был у нас постоянным из года в год. Мы хотим сейчас найти наших земляков, еще есть живые, правда, возраст, но не живые, их детей, их внуков, правнуков, написать историю этого замечательного подвига, снять художественный фильм. Концертная программа началась с небольшого интерактива. Из разных уголков зала выбежали актеры с газетами в руках. Они кричали «Победа» и раздавали листы зрителям. Затем на сцену вышли первые участники и зазвучали известные и дорогие сердцу песни о войне, любви и родном доме. Немало стихов было прочитано со сцены о детях войны. Зрители аплодировали, не сдерживая слез. Сурский рубеж – это отличный повод еще раз вспомнить подвиг наших земляков. Рассказать своим детям о героях войны, отдать дань памяти погибшим воинам. Юлия Емельянова, Денис Ноздрюхин. Народные новости.